Дорогие друзья, здравствуйте! Мы хотим предложить вам памятку или такую дополнительную беседу для студентов курса, который сейчас начинается, курс Елены Смирновой, программы, приобретенной во время собственного процесса рождения и жизненных этапов. Дело в том, что мы все приходим в эту жизнь, в этот мир, приходим со своими программами, которые у нас приобретены в прошлых жизнях. И об этом пойдет речь. Но уникальность еще добавляет то, что будет делаться аура. Аура, о которой сейчас нам Елена расскажет, аура будет делаться с совершенно уникальным аппаратом. Мы можем определить практически безошибочно, с помощью этого аппарата Елена Смирнова Смирнова будет определять энергетические пробои. И, к сожалению, сегодня это очень и очень часто случается. Энергетические пробои в нашем поле, в наших полях, поскольку есть и настроение, и люди, и те программы, которые звучат из телевизоров, с интернета и так далее. И как только мы открываем, мы сразу подвергаемся опасности внедрения этих программ в наши поля. Елена, добрый вам день. Добрый день. Ваш добрый вечер у меня. Я готова ответить на все вопросы. Но вот специфика этого курса именно состоит в том, что будет сниматься совсем по-другому. Именно эти программы, которые мы все получили через прошлые жизни, в этой жизни, насколько это сегодня востребовано. У меня очень позитивное отношение к ситуации в целом, к тому, что вокруг нас сейчас происходит. Я вижу в этом кризисе только светлый впереди проход из туннеля нашего общежизненного. Очень позитивный у меня взгляд. Извините. И я не вижу вот этих вот врагов вокруг нас, там всяких рептилоидов, там какой-то закулису и так далее. Вот этих врагов всех я не вижу. Я считаю, что все идет под контролем божественным. И все мы являемся божественными детьми. Любые наши силы, которые нас окружают. Другое дело, что мы все имеем свой сценарий, когда мы приходим сюда, в плотный мир, в материю. А она, в общем-то, находится в состоянии хаоса. Это неупорядоченная материя. По сравнению с порядком, который идет от нашего Творца, материя находится в неупорядоченном состоянии. Поэтому, когда мы сюда приходим, естественно, на нас воздействуют всевозможные силы. И это могут быть и непредвиденные, и предвиденные, и они могут быть из-за воздействия планет, на которые мы никак не можем как раз повлиять. Это могут быть и внутрисемейные, родовые. То есть это масса совершенно влияний. И эти влияния бомбардируют нашу ауру. Такую вначале нежную, когда мы идем в зачатие. И вот моя задача поделиться с нашими учениками, с нашими студентами, поделиться вот этими методиками, которые мне приходят прямо в эти дни, день за днем. Сверху идут такие очень интересные программы, какая-то помощь сверху. Прямо мне показывают схемы, что делать в связи сейчас с этой ситуацией. Вы правы, что курс уникальный. Действительно уникальный. И я очень рада, что люди, которые на него идут, это люди готовые к тому, чтобы в свои руки взять управление и контроль за своей жизнью. Не полностью мы в состоянии, но вот что мы сможем, то мы и проконтролируем. Да. Хорошо, спасибо. У нас действительно огромное количество людей, запросов на этот курс, но курс очень индивидуальный. Он индивидуально, практически, то есть в этом курсе предполагается работа, поскольку съемка ауры будет индивидуальная, предполагается работа с каждым студентом, и в общем-то он уже набран по количеству студентов. Но у нас есть еще значительное количество людей, которые хотели бы попасть на этот курс. Полагаю так, что можно его делать каким-то образом параллельно, или это будет второй поток этого курса, или это будет второй уровень. Но об этом, дорогие друзья, это уже относится к тем, кто задает эти вопросы, можно ли попасть на этот курс. Ну, а студентам, которые уже записались, и которые будут проходить ауру буквально завтра, то есть курс начинается у нас 23 мая, это в суббота, в один часок по московскому времени. Елена, не могли бы вы сказать, в чем, ну, вкратце, в чем он заключается, и насколько необходимо и важно делать вот такую вот ауру перед этим курсом, то есть вы практически, получается, уже эти программы видите, правильно? У каждого человека съемку, которую вы будете делать. Да, Майкл, да, действительно, большой объем предварительной работы необходим. Он настолько важный и настолько объемный, что боюсь, что нам не придется включать новых людей по ходу этого курса в течение трех месяцев. Я могу начать делать параллельный, параллельную работу с новой группой, но в эту группу никого нового включать нельзя будет, потому что работа будет с очень серьезным индивидуальным контролем каждого и с моей стороны за каждым индивидуальным, за каждым человеком, за каждым индивидуальным процессом. Именно поэтому нужно снять ауру. Она будет сниматься не так, как знают наши студенты, как они уже ее делали, замеряли и получали анализ. Не так. Мне нужно будет, чтобы перед съемкой и во время съемки каждый человек вошел в состояние контакта со своим внутренним я, и при этом попытался настроиться на свой сценарий, как он есть прямо сейчас. И получил свою индивидуальную картину тех точек, тех аспектов, с которыми он не согласен, не удовлетворен, с какими бы он хотел поработать или по отношению к которым у него серьезные претензии творчества. Это бывают такие вещи, ну, например, родовые травмы и так далее. Но у нас продвинутые люди духовно, поэтому все будет очень индивидуально. И во время этой съемки, Майкл, я вот хочу подчеркнуть, чтобы вам тоже было понятно, что во время этой съемки я буду видеть эту картину, я ее в течение нескольких минут и покажу человеку, и расскажу, но это в принципе работает для меня, поэтому я не буду делать рассылку потом и не буду делать анализ подробный. Тут написано для всех возрастов. Вот в этой связи вопрос такой. Ну, все возрасты, так, ну, скажем, человеку 20 лет, но он наработал в этой жизни определенное количество программ в возрасте своем 20-летнем. Но есть люди, которые приходят на курс в возрасте, скажем, 60-летнем, то есть они значительно большее количество программ наработали. Если здесь учитывается ли здесь в этом курсе, и в вашей работе те программы, которые, ведь мы же не знаем, что мы не помним, точнее, что мы проходили в прошлой жизни, как вот это комбинируется, как это разделяется. Ну, на сегодняшний день из той информации, которая идет сверху, опять же, и в связи с кризисом вокруг нас, и в связи с тем, что люди сейчас имеют повышенную стимуляцию энергии, сверху. В связи с этим такая картина вырисовывается, что сценарий жизни запускается в момент зачатия, потом в момент рождения и в момент пубертата. Все. После этого уже все оставшиеся годы, хоть вам 20 лет, хоть 40, хоть 60, хоть 70, все равно принципиально мало что меняется. уже запущен процесс, и вы можете на него в принципе влиять из любой точки, хоть вам скажем 18 лет, там 20, хоть вам 70, вы можете в принципе обновить и очистить свой сценарий. Но здесь возникает большой вопрос, для чего это нужно. Конечно, с точки зрения чисто грубо-материальной, такой вульгарно-материалистического подхода. Зачем человеку менять свой сценарий в 70 лет? Кажется. Кажется, вот такой вопрос может возникнуть. А нет, потому что мы живем в огромном цикле. Много тысяч раз мы может быть рождались, уходили, приходили, может быть, на другие планеты и так далее. Вот в этом огромном цикле у нас есть свои задачи. И вот этот наш сценарий сейчас, с которым мы будем работать, он представляет только очень маленький кусочек, маленькую часть. И мы в принципе перед творцом и перед своим высшим я, мы должны этот сценарий отработать идеально. Ну, идеально в смысле понимая осознанно, мы его должны отработать. Как мы с ним пришли, вот так мы должны по нему отчитаться. Поэтому точка ухода отсюда с этого мира, мы все равно ее будем проходить тоже на этом курсе. Не знаю, насколько удастся это глубоко сделать, но нам нужно будет мысленно перейти опять эту точку ухода с проработанным сценарием, перейти в точку отчета, где мы там наверху будем отчитываться в частном суде по поводу своего сценария и наконец получим для себя результат. Мы уже отработали или нет, какие у нас еще остались. Поэтому если нам хоть 70, хоть 20 лет, мы все равно успеем долги отработать. Лишь бы осознавали. Напоминаю, данная конкретная программа посвящена новому курсу, уникальному курсу обновления и восстановления своего сценария жизни, который начинается уже в субботу 23 мая. Все желающие попасть на этот курс, как уже вы слышали, в этот поток не смогут попасть, поскольку уже курс набран, но параллельно, как сказала Елена, я первый раз сам слышал о том, что можно теоретически проходить этот курс только уже в новом наборе. Кого это интересует, пишите на нашу электронную почту sangeicenters собачка gmail.com или оставляйте комментарии под этой программой. Елена, благодарим вас, всего доброго. Всего доброго, до свидания, до встречи.